Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. Сегодня мы поговорим с вами о шлеме из печи, найденного в Венгрии в венгерском захоронении. Вот у нас есть его копия. И чем этот шлем интересен? Тем, что, несмотря на то, что он найден на территории Венгрии, он некоторым образом проливает свет на то, как могли выглядеть древнерусские шлемы в 9-10 веках. Этот шлем является единственным найденным в Венгрии в период с 9 по 12 веков. Шлем относится к второму типу по типологии Анатолия Николаевича Кирпичникова, и многие представители этого типа найдены, обнаружены на территории Древней Руси и известны также под именем Черниговские шлемы. Наиболее яркими представителями этих шлемов являются в первую очередь шлем из Черной могилы и многие другие так называемые золоченые шлемы. В феврале 2022 года вышла статья Томаша Власаты и на данный момент эту статью можно оценить как наиболее полную публикацию об этом шлеме. На основе этой статьи мы и делаем наш выпуск. Что ж, приступим к рассказу. Шлем был найден в саду городского совета во время строительства резервуара для воды на улице Дом в центре города Печь 27 ноября 1927 года. Вместе со шлемом были обнаружены человеческие останки, что позволяет предположить, что шлем изначально был захоронен в могиле. Местная пресса сразу сообщила о находке, но первой публикации шлем ждал почти 15 лет. Сегодня на месте находки находится здание водопроводной сети и комплекс закрыт для посещения. Шлем хранится в архиве музея Януса Панония в городе Печь в Венгрии. Шлем из печи представляет собой очень хорошо сохранившийся с незначительными утратами шлем сфероконической формы общей высотой 22,7 см. Его купол, имеющий овальное сечение по основанию с внутренним размером 20,9 на 18,2 см образуют четыре треугольных сегмента. Причем передние и задние сегменты перекрывают боковые сегменты. Внешняя ширина сегментов примерно одинакова, с учетом нахлеста. Детали не покрыты позолоченным листовым металлом из медного сплава, а боковые сегменты не снабжены розетками. Что отличает шлем от более поздних образцов шлема второго типа? Внутренняя окружность 61 см, с чего можно сделать вывод, что шлем подойдет обладателям окружности головы примерно 55-56 см. Вес шлема составляет 1,203 кг. После исследования шлема и фотографирования было выполнено 3D-сканирование артефакта. Ознакомиться с результатами можно по ссылке, которую мы дадим в описании. К сожалению, предмет найден вне археологического контекста, что вынуждает датировать его по аналогиям. Надо сказать, что шлем входит в одну из самых массовых групп боевых наголовья 8-11 веков. Четырех частных шлемов с фигурными краями на лобный и на затыльный пластин, наложенных на боковые. По информации от Сергея Юрьевича Каинова, сейчас насчитывается более 70 подобных находок, целых и фрагментированных шлемов и отдельных деталей. Этот тип состоит из четырех сегментов, обычно покрытых пластинами из медного сплава, которые венчают стульчатые навершия, предназначенные для установки плюмажа. Боковые сегменты часто украшены четырехугольными розетками. Передний сегмент снабжен украшением в виде трезубца, а венец имеет крепление для кольчужной бармеса. Как относительно старая находка, шлем из печи обычно рассматривается в литературе как один из типичных образцов этой группы. Отсутствие венца и налобной фигуры, а также оформление нижней части фигурного края на лобный и на затыльный пластин, позволяют предполагать относительно раннюю датировку шлема из печи. Несмотря на это, надо сказать, что в шлеме отсутствуют черты, типичные для унифицированных шлемов последней четверти X и начала XI веков – позолота поверхностей, розетки, серебрения деталей и другие. Но следует отметить, что шлемы без обтяжки пластины и других атрибутов так называемых золоченых наголовий встречаются и в X и XI веках. Например, шлем с дубошем аэроскопа в Новгороде, шлем из геленджика и другие находки. Можно согласиться с мнением, что шлем представляет собой более древнюю стадию развития типа Черная могила, которую можно отнести к IX-X векам. Давайте проследим историю развития таких шлемов. Шлемы II, III, III и VIII века представлены куполами из четырех сегментов, края которых оканчиваются крупными арками. К таким шлемам относятся находки из Столбища и Краснодарского края. В шлемах IX века края видоизменены так, что они заканчиваются небольшими дубами. Типичными примерами являются находки из Молдаванского и Дюрсо. Небольшие арки впоследствии трансформируются в волны, которые встречаются в развитых золоченых шлемах типа Черная могила. А самые древние экземпляры с волнистыми краями происходят из находок в районе хутор имени Карла Маркса, Корнаева и Манвеловки. Шлем из печи можно поставить где-то рядом с подгруппами шлемов с небольшими дужками и древнейшими находками с волнистыми краями. Судя по конструктивным и декоративным элементам, наиболее вероятно, что венгерский шлем относится ко второй половине IX и началу X века. Производство в первой половине IX века маловероятное из-за четкой очерченных лепестков со вставленными полосами из медного сплава. По малым аркам то же самое можно сказать и о производстве раннего X века. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – это помимо относительно небольшого для IX века количества аналогий – отсутствие шлемов типа Черной могилы первой половины X века, с которыми мы могли бы сравнить шлем из печи. Сергей Каинов, с которым консультировался автор статьи и склоняется к датировке шлема последней четвертью IX – началом X века. Как же этот шлем мог попасть на территорию Венгрии и откуда он может происходить? Шлем можно считать изделием, которое было произведено в поясе между Причерноморием, регионом Северного Кавказа и Южным Уралом, и которое впоследствии было перенесено на территорию современной Южной Венгрии. Простейшим возможным обоснованием перемещения шлема в предлагаемый период является миграция древних венгров и завоевание имя Карпатского бассейна, которое произошло в период с 850-х годов до первых лет X века. Не безинтересно подчеркнуть, что одна из близких по времени аналогий шлем из Манвеловки, найденный на территории современной Украины, также связана с деятельностью венгров. Шлем обнаружен в захоронении венгерского воина. Группа шлемов, иногда собирательно обозначаемых как шлемы типа Черная могила, это не совсем правильно. Шлем из Черной могилы, хранящийся в Государственном историческом музее в Москве, апогей развития этой группы боевых наголовий. До этого была более чем 200-летняя история эволюции от относительно простых экземпляров до так называемых золоченых шлемов. На территории Восточной Европы шлемы этой группы появляются в 8 веке уже в сложившемся виде. Регион их происхождения еще предстоит установить. Наиболее основанной представляется версия о хазарском происхождении шлемов данного типа и последующем распространении на территорию Древней Руси. Но и в хазарском Каганате подобные шлемы не могли появиться на ровном месте и наследует более древней традиции. Конечно, это вопрос дальнейших исследований. Ну и в принципе тема для отдельного ролика. Большое количество накопленных данных по шлемам этой группы ставит научное сообщество перед необходимостью создания новой типологической классификации. Возможно, на основании типов, краев, сегментов, шлемов. Что интересно, в этом году ожидаются публикации по шлемам из Манвеловки, Гульбища и Геленджика, которые, конечно же, мы, как любители истории и люди, занимающиеся исторической реконструкцией, очень ждем. Благодарим за консультацию, за помощь при создании ролика старшего научного сотрудника отдела археологических памятников Государственного исторического музея Каинова Сергея Юрьевича. Ссылки на источники, как всегда, в описании. И если вы хотите приобрести этот прекрасный шлем, его копию, можете обратиться в наш средневековый магазин. Тоже ссылки на этот и другие шлемы, которые у нас есть в ассортименте, в описании ролика. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши следующие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok